На 300 рублей больше с июля следующего года придется платить за квартиру 33 квадратных метра, если в ней проживают трое. Тарифы на коммуналку увеличатся на 7,2%. Этот рост складывается из 4-процентной ежегодной индексации квартплаты, плюс увеличенный шаг роста для тарифов на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и отопление. Одно из оснований для повышения платежей выше уровня инфляции – инвестиционная программа теплосетевой компании «Сарова». Повышение данного тарифа, предельного, до 7,2%, оно также дает возможность запуску программы, инвестиционная программа обеспечения рефиации в нефть по замене труб, которые обеспечивают тепло, которые у нас с 1963 года до сих пор еще установлены и полный капитальный ремонт не проводился. Второе обоснование повышения тарифа на шаг, превышающий индекс по Нижегородской области – проект концессии Горводоканала, который депутаты прошлого созыва обсуждали более полутора лет. Новички в этом обсуждении не участвовали, но им тоже придется брать ответственность за принятое решение. Когда я сейчас смотрю внимательно условия консессионного соглашения, я понимаю, что в нем недостаточно сбалансированы интересы города, интересы жителей и интересы концессионеров. Но есть дана другая чаша весов, на которой находятся действительно те проблемы, которые мы сегодня имеем с сетями. Действия консессионера после заключения консессионного соглашения попадут под строгий контроль. Частник не сможет на свое усмотрение перекраивать тарифную сетку или объем выполняемых работ по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Будет создана комиссия, которая должна со стороны экономической группы, со стороны производственников должна контролировать выполнение объемов заявленных консессионеров. И также второе, что это возможность расторгнуть условия консессионного соглашения в случае неполного выполнения условий предусмотренных консессионного соглашения. Депутаты большинством голосов поддержали обращение к губернатору о повышении коммунальных тарифов на 7,2%, но при этом предложили расширить состав комиссии контролирующие консессионеры и включить в нее, например, представителей общественных организаций и СМИ. По мнению народных избранников, это поможет сделать выполнение консессионных обязательств максимально прозрачным и понятным для горожан. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова